Вот уже второй месяц в Литском РУЧС служит молодой офицер Павел Бенедыка. Он пришел сюда на должность инспектора сектора надзора и профилактики. Парень никогда не думал, что свяжет свою жизнь с МЧС. Все решил случай. Однажды в его школе проводилась профориентация, на которую были приглашены сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Огнеборцы рассказали ребятам о своих непростых буднях и о том, как им удается спасать человеческие жизни. Павел настолько впечатлился, что решил поступать в университет гражданской защиты. После его окончания был направлен на личину. Поскольку у меня был выбор, в связи с тем, что я оканчивал университет на красный диплом, у меня был выбор по всей республике. То есть мог остаться в городе Минске, мог пойти в другое какое-то место. Но решил я идти именно сюда. Здесь я проходил практику, мне здесь все устраивало. Познакомился с коллегами, многих я уже здесь знал. Павел Бенедыко отмечает, с коллективом ему очень повезло. Придя на работу в Лицке РУЧС, он ощутил неимоверную поддержку. Каждый из коллег всегда готов прийти на помощь и дать дельный совет. Молодой специалист с легкостью справляется со всеми трудностями и уверенно постигает азы профессии. Приняли меня в коллективе хорошо. Вообще как-то сразу со всеми нашли вообще язык. Как такового наставника у меня конкретного нет. Здесь стараются помогать абсолютно все. Кому бы я не подошел за помощью, с каким-либо вопросом, мне всегда в любое время подскажут, помогут, расскажут, что-то объяснят. Работа у Павла Бенедыко не самая простая. Ему приходится досконально вникать во все процессы, по-другому никак. На первых порах инспектору сектора надзора и профилактики было немного сложно. Однако со временем молодой специалист стал чувствовать себя увереннее. На службе может случиться любая ситуация. И здесь, говорит Павел, главное не растеряться и принять верное решение. К слову, в этом также важна поддержка коллег. Мой первый вызов здесь был, это сообщение о загорании комбайна. Поначалу было как-то не по себе, поскольку это был мой первый вызов сразу после учебы. Ну и я столкнулся с такой проблемой, что я не совсем до конца понимал, а что мне там делать, какие документы мне там конкретно нужно заполнять. Ну и вот с этой проблемой я подошел к своему коллеге, который помог мне, поехал со мной. Ну и на месте он мне объяснил, показал, рассказал, как мне что заполнять. Рабочее утро Павла Бенедыка начинается с планерки. Вместе с коллегами они расписывают план на день и отправляются выполнять поставленные задачи. На инспекторов сектора надзора и профилактики возложена большая ответственность. Они проводят профилактическую работу с населением, обследуют жилой фонд, выезжают на пожары для того, чтобы по горячим следам установить причину происшествия. Также инспекторы осуществляют надзорные мероприятия в различных организациях региона. Приходя на объект, мы в первую очередь должны посмотреть всю документацию, которая у них имеется. Дальше мы уже идем смотреть сам объект, так сказать. В первую очередь мы смотрим пути эвакуации на соблюдение требований. Также смотрим, чтобы была исправна и работоспособна вся система пожарной сигнализации, если она на объекте имеется. Также смотрим еще планы эвакуации. Молодой специалист уже успел зарекомендовать себя на первом рабочем месте. К каждому поручению Павел Бенедыка относится максимально ответственно. Профессиональное качество офицера отметило и руководство райотдела по чрезвычайным ситуациям. За недолгий срок службы Павел уже проявил себя грамотным, целеустремленным, дисциплинированным работником, который добросовестно относится к выполнению служебных обязанностей. Сразу же нашел общий язык с коллективом, прислушиваться к советам старших товарищей. В Лицком руче с молодым специалистом предлагают хороший соцпакет, достойную зарплату, выплату подъемных пособий и возможность получения арендного жилья. Также здесь есть перспективы карьерного роста. Все это делает службу в отделе еще более привлекательной. Павел Бенедыка ни на минуту не усомнился в правильности сделанного профессионального выбора. Он уверенно смотрит в будущее и строит планы на жизнь. Молодой человек точно знает, что достигнет успеха и реализует все намеченные цели.